Добрый день, уважаемые коллеги. Я так на разогреве, поэтому доклад, наверное, больше такой схематичный. И первое, что, конечно, надо понимать, что на сегодняшний день методов и вариантов лечения рака предстательной железы очень много. Причем на всех стадиях мы можем использовать совершенно различные методики, начиная с хирургического, с радикальной простатоктомию. Огромная вариация на сегодняшний день лучевых методов лечения. Это и дистанционная лучевая терапия, и протонная терапия, и различные уже варианты брахитерапии, высокодозная, низкодозная, различные комбинации. И на сегодня надо понимать, что действительно очень большое развитие лучевой терапии – это серьезная конкуренция хирургическому лечению. А также различные варианты локальных методов, фокальных методов лечения, о которых все больше и больше тоже говорят. И, конечно, фокальные методы, я думаю, придут в клинику в тот момент, когда мы действительно научимся визуализировать в ткани в объеме предстательной железы очаги рака. И тогда в этой ситуации, конечно, фокальная терапия победит. А начать я хотел вот с этих фотографий, с этих людей, которые внесли огромный вклад в развитие как хирургии, ну и в частности хирургии предстательной железы. Может, кто-то их в зале сможет назвать хоть одного из этих людей? Есть желающие? Нет? Ну, на самом деле, действительно, Листер, наверное, всем известен, начальник антисептики Земельвейс, который научил нас всех мыть руки, и Морна, который выполнил первый наркоз. То есть, наверное, без этих событий адекватной хирургии, и в том числе хирургии рака предстательной железы, в принципе бы не было. И, на самом деле, наверное, это основная веха вообще в развитии всей хирургической науки. И без этих принципов, еще раз повторяю, ничего хирургического бы, наверное, тем более на том уровне, которым есть сейчас, не состоялось. Ну, и то, о чем я говорил, что, к счастью, огромная конкуренция хирургическому лечению. И вот уже несколько лет назад этот слайд у меня появился, где появилась первая дата, пока еще нет второй. Но, возможно, она появится, возможно, нет. Но, тем не менее, это надо понимать. Поэтому развитие хирургии, освоение техники, ее совершенствование и приведение ее действительно к наименьшей инвазивности и хорошим результатам – это единственный залог того, что еще достаточно долго хирургия будет оставаться на арене. Во всяком случае, как минимум, конкурируя с теми методами, которые на сегодняшний день активно развиваются. Ну, и, конечно, первые упоминания – это Теодор Альберт Биллерот, который вообще, в принципе, сделал для хирургии очень много. И в том числе первая частичная промежностная простатоктомия в 1867 году и так далее. То есть это первые упоминания о доступе и о операциях на предстательной железе. Янг, который продемонстрировал в 1927 году первую промежностную простатоктомию, по сути, с этого, можно и сказать, началось вышествие радикальной простатоктомии при раке предстательной железы. Конечно, надо понимать, что это еще только начало антисептики, это только начало наркоза. И плюс – это соответствующие больные. Ведь в это время еще не было понимания о локализованном раке предстательной железы, о ранней диагностике. И абсолютное большинство этих пациентов было как минимум с местно распространенными процессами. Поэтому операции примели свои проблемы, в том числе и по развитию осложнений, и по объему, и по кровопотере и так далее. Но, тем не менее, уже в начале прошлого века выполнена первая радикальная простатоктомия. Поэтому на сегодня уже скоро 100 лет со дня начала этой хирургии. Нельзя сказать и о Мелине, который предложил позадилонный доступ к предстательной железе, его разработал. Понятно, что все его работы касались доброкачественной гиперплазии предстательной железы, но, тем не менее, это достаточно такой важный шаг, потому что промежностный доступ и перешли к позадилонному. Ну и культовая фигура радикальной простатоктомии – ОЛШ, который, по сути, и разработал все те принципы, которыми мы сегодня живем. Это, естественно, строение и расположение сосудистой нервных пучков, нервно-сберегающая радикальная простатоктомия. А также, в том числе, и то, что мы часто сейчас обсуждаем, различные приемы пластик передних, задних, возможности сопоставления уротовизикальной мышцы и так далее. Это все, на самом деле, было еще описано и предложено ОЛШ. И мне очень понравилась вот эта таблица, которую сам ОЛШ в одном из интервью привел. Те вехи развития радикальной простатоктомии, которую он сам считает принципиальным. Вы здесь видите и анатомические различные открытия и приемы. Но и в том числе такие вещи, как, например, лупы, которые увеличивают визуализацию. То есть он уделял каждой мелочи внимания в развитии и в освоении техники. И в этой статье он писал, что каждый день, каждую минуту, когда вы заходите в операционную, вы должны входить как в учебный класс, каждый раз приобретать новые знания, отрабатывать новые приемы и совершенство каждый день. И только тогда ваши результаты будут соответствовать тем потребностям, которые на сегодняшний день есть для этого хирургического вмешательства. Еще один важный момент, который тоже очень часто я повторяю, что на самом деле результаты лечения онкологических больных не зависят от того, каким доступом мы делаем, как мы лечим этих пациентов. Они зависят от изначальной, от той биологии опухолевого процесса, которая есть у данного конкретного пациента. Но тем не менее, если посмотреть выживаемость у хирургических больных, понятно, что это достаточно ранние результаты. И понятно, что это в основном группа больных с локализованным процессом и хорошего промежуточного прогноза. Поэтому достаточно высокие цифры как 5-ти, так и 10-летней выживаемости. Но тем не менее, если обратить внимание, очень важно понимать, что и на отдаленных сроках наблюдения за этими больными может быть прогрессирование опухолевого процесса. То, о чем говорил Волж, что действительно технику нужно доводить до такого совершенства, что как минимум практически все больные должны держать мочу через год, и только 2% в его серии имели минимальное расстройство мочеиспускания. Этому посвящена сегодня вся сессия, что освоение, совершенствование техники, накопление и освоение всех технических приемов, существующих на сегодняшний день, как раз и направлено на то, чтобы снизить то число осложнений, которое мы имеем после этих операций. Ну и прежде всего, естественно, недержание мочи, потому что это на самом деле является основной такой страшилкой, в том числе для лучевых терапевтов, которые всегда запугивают пациента тем, что вы однозначно после операции, после радикальной простатотомии мочу держать не будете, будете ходить в памперсе, и поэтому нужно облучаться, а не проводить хирургическое лечение. Поэтому наша задача, еще раз повторяю, совершенствовать свою технику, усовершенствовать свои знания и умения и активно развиваться. Понятно, что с внедрением малоинвазивных методов появились дополнительные опции, как при лапароскопической радикальной простатотомии, но на самом деле они весьма такие зыбкие, наверное, потому что понятно, что ни число разрезов, ни длина разреза определяет качество хирургического вмешательства, но тем не менее и у лапароскопического доступа есть свое определенное, на мой взгляд, преимущество, и в том числе перед открытой радикальной простатотомией, как минимум визуализация на определенных этапах, на мой взгляд, несколько лучше, чем при открытой хирургии, и в особенно таких утрудных пациентов для открытой хирургии, когда есть глубокий таз, когда плохая визуализация дорзального комплекса и так далее. Ну и вот это вот череда тех событий в лапароскопической радикальной простатотомии, которая была, на самом деле, первая была выполнена в Соединенных Штатах Америки, при этом после этого, по сути, лапароскопия в Соединенных Штатах умерла, уступив место радикальной простатотомии. Ну и затем, естественно, Европа поддержала и достаточно долго развивала эту методику. Но понятно, что на сегодня все-таки мы уступаем роботической технике. К сожалению, вот все те девайсы, которые разрабатывались в лапароскопии, они так и не нашли своего развития, и различные артикуляционные инструменты, в том числе Терума, различные шлемы с 3D-довизуализацией, это все кануло в лету. Но, тем не менее, очень принципиально для лапароскопии 3D-визуализация, так же, как и для роботической хирургии. Это надо очень понимать. Вот мы на одной сессии говорили, что урологическая лапароскопия, ну и вон к урологии, она отличается от всей остальной лапароскопической техники при хирургических вмешательствах, другой локализации тем, что мы очень много шьем. А когда мы шьем, 3D-визуализация, она принципиально важна. И поэтому, когда сравнивают кривое обучение при 2D и 3D на роботе, понятно, что сравнивать это никак нельзя. И обучение в 3D, в том числе лапароскопия, оно, в общем-то, я думаю, что немногим сложнее, чем при роботических операциях. Поэтому, наверное, то, что действительно на сегодняшний день из всего развития лапароскопии есть принципиально, на мой взгляд, это 3D-визуализация, которая должна быть в ходе операции, так как это облегчает, еще раз повторяю, формирование шва, формирование в том числе анастомоза. Ну и, конечно, все мы мечтаем о DaVinci. Наверное, настанет тот момент, когда практически во всех клиниках будут роботизированы системы. Это или какие-то аналоги. Мы понимаем, что они развиваются в том числе. И такая возможность будет, по сути, у каждого хирурга пользоваться соответствующей технологией, потому что, конечно, она имеет определенные преимущества. Поэтому, еще раз повторю, что понятно, что от доступа не зависит онкологический результат, но вот результаты определенные, интероперационные в плане осложнений, они могут различаться и как по объему кровопотери, так и по результатам лечения в плане функциональных результатов. Поэтому, на мой взгляд, основным является опыт, опыт, который накапливается годами, опыт, который получается как в операционной, как говорил Волштак, и тот опыт, который мы приобретаем на совместных заседаниях, конференциях, получая дополнительные звания и делясь. Ну и надеюсь, что долго или никогда здесь второй даты не появится. Спасибо за внимание. Наше время должно хватить.